Великан в красных носках Жил-был великан в красных носках. Был он ростом в три этажа, а жил под землёй. Однажды великан подумал, — Скучно одному. Пора выбраться наверх и найти себе невесту. Сказано — сделано. Он прорыл огромную дыру над головой. Но, к сожалению, вместо того, чтобы оказаться где-нибудь на лугу или в поле, выход из подземелья пришёлся прямо на середину маленького городка. А в этом городке жила девушка по имени Мирей, которая обожала яйца всмятку. Как раз в то утро она сидела за столом с маленькой ложечкой в руке и готовилась разбить очередное яйцо. При первом ударе ложечкой дом вздрогнул. — Ничего себе, — подумала Мирей, — какая я стала сильная! При втором ударе дом покачнулся. Если так и дальше пойдёт, — подумала Мирей, — я тут всё разрушу, лучше остановиться. Но она была голодна и обожала яйца всмятку, поэтому не удержалась и в третий раз ударила ложечкой по яйцу. Дом взлетел в воздух, как пробка из бутылки шампанского, а на его месте оказалась голова подземного великана. Юную Мирей швырнула в воздух вместе со всем, что было в доме. Но, к счастью, она упала прямо на волосы великана и осталась тела и невредима. Между тем великан, приглаживая шевелюру и вытряхивая из неё мусор, почувствовал, что у него в волосах кто-то шевелится. — Боже! — подумал он. — Что у меня там такое? Уж не вшили завелись! Он вытащил из волос неведомое существо и стал его разглядывать. — Ты кто? — Я? — Девушка. — А как тебя зовут? — Мирей. — Я тебя люблю, Мирей, и хотел бы на тебе жениться. Сначала поставь меня на землю. Тогда я тебе что-нибудь отвечу. Едва великан опустил её вниз, Мирей завопила — А-а-а! — и бросилась от него со всех ног. — Что она хочет этим сказать? — спросил сам себя великан. — Это не похоже на ответ. Тем не менее, надо было выбираться из-под земли. Он уже отряхивал брюки, когда появились мэр городка и местный священник. Они оба были весьма раздосадованы. Что за безобразие? Как вы воспитаны являться на белый свет из подземелья вот так, прямо в центре населенного пункта? О чем вы думаете, сударь? — Простите меня, — ответил великан, — уверяю вас, я ненарочно. — Бедняжка Мирей, — воскликнул священник, — ее дом совсем разрушен. — О, а если дело только в этом, — обрадовался великан, — то все в порядке, с домом я управлюсь. И он произнес волшебные слова. — Ну-ка, мои красные носки, сделайте так, чтобы дом Мирей построился заново. В тот же миг дом оказался на прежнем месте, со всеми стенами, дверями и окнами, с той же самой мебелью, пылью и паутиной в углах. Даже яйцо, горячее яйцо в смятку, лежало на той же самой подставке, в ожидании, когда его съедят. — Прекрасно, — священник сменил гнев на милость. — Я вижу, что в глубине души вы вовсе не злодей. А теперь уходите. — Минуточку, — вскричал великан, — я хотел бы спросить вас кое о чем. — О чем же? — Я хочу жениться на Мирей. — Это невозможно, — ответил священник. — Почему невозможно? — Потому что вы очень высокий, вы не сможете войти в церковь. — Верно. Церковь для меня маловато, — вздохнул великан. — Может, мне ее немножечко увеличить? — Это было бы мошенничество, — ответил священник. — Церковь должна оставаться такой, какая она есть. А вот вы можете уменьшиться. — Но мне и так хорошо. — К тому же я не умею уменьшаться. Все замолчали. Наконец священник переглянулся с мэром и сказал. — Знаете, вы мне нравитесь. Я посоветовал бы вам обратиться к знаменитому китайскому магу. А пока вы путешествуете к нему, я переговорю с Мирей. Возвращайтесь через год, и она выйдет за вас замуж. Но помните, она будет вас ждать не более одного года. — Хорошо. А где живет этот ваш китайский волшебник? — С Китаем. — Спасибо. И великан отправился в путь. Ему потребовалось три месяца, чтобы добраться до Китая, и еще три месяца, чтобы разыскать чародея. За это время он успел выучить китайский язык. И вот однажды он постучался в дом к волшебнику. Едва тот открыл дверь, великан сказал. — Ионг-Чу-Чу-Чо-Кунг-Кунг-Нго, что по-китайски означало. — Это вы знаменитый чародей. И волшебник почти в тон ему ответил. — Ионг-Чу-Чу-Чо-Кунг-Кунг-Нго. — То есть да, это я. А в чем, собственно, дело? У китайцев, как и у нас, можно все выразить одними и теми же словами, только изменив интонацию. — Могу ли я уменьшиться? — спросил великан, естественно, по-китайски. — Запросто, — также по-китайски ответил чародей. — Подождите минутку. Он зашел в дом и вскоре вернулся со стаканом волшебной микстуры. Однако стакан оказался таким маленьким, что великан его даже не увидел. Тогда чародей снова зашел в дом и вернулся с бутылью. Но она тоже была столь мала, что великан даже не смог обхватить ее пальцами. Тогда чародей придумал вот что. Он выкатил из дома огромную бочку с волшебной микстурой, поставил ее на пол и выбил днище. А великан выпил бочку, как мы осушаем стакан, и принялся ждать. Он по-прежнему оставался того же роста, и только его красные носки стали зелеными. Знаменитый китайский маг просто-напросто перепутал микстуру. Великан ужасно разгневался и закричал «Эонг-чо-чо-чо-конг-конг-мго», что значило, что смеешься, что ли? Китаец извинился и выкатил другую бочку. Великан ее выпил, и его носки вновь обрели красный цвет. — А теперь сделай меня маленьким, — сказал великан китайцу естественно по-китайски. — Очень сожалею, — ответил волшебник, — микстура кончилась. — Что же мне делать? — в отчаянии воскликнул великан. — Знаете, вы мне нравитесь, — ответил китайц. Я посоветовал бы вам обратиться к знаменитому бретонскому магу. — А где живет этот ваш бретонец? — В Британии. — И великан удалился, сказав на прощание «Эонг-чо-чо-чо-конг-конг-нго», то есть «спасибо». И китаец ему крикнул во след «Эонг-чо-чо-чо-конг-конг-нго», что означало «не за что, доброго пути». Через три месяца великан добрался до Британии. Еще месяц ему понадобился, чтобы разыскать знаменитого волшебника. — Что вам угодно? — спросил чародей. И великан ответил «Эонг-чо-чо-чо-конг-конг-нго». — Что? — О, простите, — смутился великан, — мне показалось, что я все еще в Китае. Не можете ли вы сделать меня поменьше ростом? — Это легче легкого, — ответил бретонец. Он зашел к себе в дом и выкатил бочку волшебной микстуры. — Ну-ка выпейте. Великан до дна осушил бочку, но вместо того, чтобы уменьшиться, он принялся расти и вскоре стал в два раза выше прежнего. — Извините, — воскликнул чародей, — я перепутал бочки. Погодите минутку, не двигайтесь. Он исчез и выкатил другую бочку. — Ну-ка выпейте отсюда. Великан осушил и эту бочку. В самом деле к нему вернулся его обычный рост. — Этого недостаточно, — вздохнул великан. — Я должен стать маленьким, как человек. — Очень сожалею, — огорчился волшебник. — Микстура окончилась. Переходите через полгода. — Не могу. Мне осталось всего два месяца до свадьбы, — схлипнул великан и принялся рыдать. — Знаете, вы мне нравитесь, — сказал бритонец. — К тому же досадная ошибка произошла по моей вине. Я дам вам добрый совет. Отправляйтесь-ка к папе римскому. — А где живет этот ваш папа римский? — В Риме. — Большое спасибо. Через месяц великан добрался до Рима. Ему понадобилось еще две недели, чтобы разыскать дом папы. В тот же миг он уже звонил у его дверей. Прошло несколько секунд, и дверь отворилась. — Что вам угодно, сударь? — спросил папа. — Я хочу стать ростом с человека, — ответил великан. — Я не волшебник, — сказал папа. — Умоляю вас, господин римский папа. Моя невеста будет меня ждать всего две недели. И что с того? — А то с того, что я слишком большой и не смогу войти в церковь, чтобы обвенчаться. Услышав эти слова, папа разволновался. — Как это трогательно! — воскликнул он. — Знаете, друг мой, вы мне нравитесь. Я постараюсь для вас что-нибудь сделать. Папа вернулся к себе, снял телефонную трубку и набрал номер, состоящий из трех букв — С, Д, М. — Нет, он вызвал не справочную домомод, как, может быть, подумали некоторые, а позвонил прямо к Святой Деве Марии. Уверяю вас, так оно и было. Вскоре в трубке раздался тихий голос. — Алло! Дева Мария слушает. Кто у телефона? — Это я, папа римский. Вы? Какая приятная неожиданность! Что случилось? — Дело в том, что ко мне пришел великан, который хочет стать ростом с человека, чтобы жениться. А то он говорит… — Скажите, это тот великан, что носит красные носки? — О, Святая Дева Мария, откуда вы знаете? — Знаю и всё. Святая Дева, вы неподражаемы. — Спасибо, спасибо. Так вот, скажите вашему великану, пусть он отдаст свои носки в стирку, а сам погуляет босиком по морю, повторяя моё имя. Он убедится, что всё будет, как он пожелает. Благодарю вас, Дева Мария. Погодите, я предвижу, что у него возникнут затруднения. Передайте ему, что в этом случае он сможет загадать три желания, и они непременно исполнятся. Но только три, не больше. Я всё ему передам. И папа повторил великану то, что ему сказала Святая Дева. В тот же день великан отнёс носки в прачечную, отправился на берег моря, залез по щиколотку в глубокую воду и принялся кричать. «Мария! Мария! Мария!» Вдруг он почувствовал, что дно уходит из-под его ног. Он стал уменьшаться. Он стал ростом с человека. Наплававшись в волю и обсохнув на солнце, он пошёл в прачечную. — Добрый день! — сказал он. — Я пришёл за своими красными носками. — У нас нет красных носков. — Ну как же? Пара красных носков, каждый три метра в длину. Вы говорите о двух спальных мешках? — Да нет, уверяю вас, это носки. Ладно, называйте их как хотите, но когда я вижу носок, в который могу залезть целиком, я называю его спальным мешком. — Хорошо, дайте мне эти мешки. Когда же он захотел их надеть, бедняга убедился, что каждый из них выше его головы. — Боже! — заплакал он. — Я больше не великан, а без моих красных носков и вообще никто. Если бы они тоже уменьшились и стали мне в пору... Не успел он это сказать, как носки начали съёживаться, пока они пришлись ему как раз по мерке. Так исполнилось его первое желание. Обрадовавшись, он натянул носки на ноги, не забыл поблагодарить деву Марию и задумался о том, как ему вернуться к невесте. Он уже не был великаном и не мог добраться до городка Мирея семимильными шагами. И в то же время у него не было ни гроша, чтобы купить билет на поезд. На его глаза снова навернулись слёзы. Увы, осталось всего две недели, когда я ещё могу называть Мирея своей невестой. Ах, если бы я мог сейчас быть рядом с ней! Не успела он это сказать, как очутился столовой Мирей в тот самый миг, когда она приступила к яйцу всмятку. Едва девушка увидела своего жениха, она бросилась ему на шею и вскричала. — Священник мне всё рассказал! Я знаю, сколько всего ты сделал ради меня! Я люблю тебя! Через полгода мы поженимся! — Только через полгода? — спросил человек в красных носках. И тут он вспомнил, что ещё осталось в запасе третье желание, и провозгласил. Пусть сегодня же состоится наша свадьба! Не успел он это сказать, как вдруг оказался на ступенях церкви в красных носках и в превосходном чёрном костюме, а под руку он держал Мирей, одетую в красивое белое платье. С этого дня началась их счастливая семейная жизнь. У них родилось много детей, и он, отец, зарабатывал деньги на всю семью строительством домов, что благодаря его красным носкам было совсем нетрудным делом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова